Мужские ошибки в отношениях. Мы сегодня будем говорить конкретно о мужских ошибках в отношениях. Хотя я хочу вам напомнить, что ответственность за то, что происходит в отношениях, она распределена между двумя людьми, которые в этих отношениях находятся. Бывает так, что ответственность распределена примерно поровну. Бывает так, что она так вот несбалансированно распределена. Предположим, один человек постоянно косячит, второй находится рядом с этим и выдерживает вот эти все вещи, которые на него сваливаются. Но так или иначе, сегодня мы будем разбирать конкретно мужские ошибки в отношениях. на что нужно обратить внимание мужчинам, на что стоит обратить внимание женщинам, которые находятся в отношениях, собственно, с мужчинами, для того, чтобы понимать, что вот эти вещи, о которых я буду говорить, они приводят к тому, что отношения начинают как-то чахнуть, либо разворачиваться в каком-то неконструктивном русле. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт. Сегодня мы с вами говорим о мужских ошибках в отношениях. И если вам эта тема интересна, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, можете этим видео поделиться в своих соцсетях. Мы начинаем. Итак, первая распространенная мужская ошибка в отношениях, это если мужчина в отношениях безэмоционален. Дело в том, что нас мужчин так воспитывают с детства, что вот мальчик не должен плакать, мальчик не должен жаловаться, мальчик должен все держать в себе, в общем-то, эмоции это не то, что украшает мужчину. Эмоции это вроде бы как такая привилегия женщин, то есть вот показывать эмоции в обществе могут женщины, если ты вот начинаешь как-то себя вести слишком эмоционально, то ты сам вроде как девочка, вот. И в такой ситуации бывает так, что мужчина уже, будучи взрослым человеком, просто не проведя ревизию этих своих установок, считает, что проявление эмоций это что-то такое, ну как проявление слабости или проявление как минимум чего-то такого излишнего. Находясь в отношениях с женщиной, вступая в эти отношения, там где предполагается, что в ходе развития близости в отношениях, в ходе сближения необходимо проявлять свою эмоциональность, как-то понимать, что ты чувствуешь, говорить о своих эмоциях, как-то показывать свои эмоции. Вот все эти вещи вроде как должны происходить, но мужчина может их сдерживать, сдерживать свои эмоции, оставаться безэмоциональным, потому что ну таковы основные как бы установки. В такой ситуации, конечно, вот движение в отношениях, оно на этом этапе останавливается, стопорится, потому что женщины, как правило, рядом с таким безэмоциональным мужчиной чувствуют себя в такой какой-то тревоге, потому что не совсем понятно, что с ним происходит. Он, его сложно прочитать, сложно понять, как он к тебе относится, и отношения перестают развиваться. Вторая распространенная мужская ошибка, это если мужчина с женщиной ведет себя слишком грубо, вот так вот он брутален. Во-первых, мы здесь опять же возвращаемся к этим установкам, что вот есть такое социальное ожидание от мужчины, что мужчина должен быть таким вот брутальным, твердым, грубоватым вот в своих действиях. И вот если мужчина переносит эти какие-то общие социальные ожидания в отношения, то бывает так, что это не то, что нужно женщине, это излишняя какая-то грубость. Часто бывает так, что молодые парни, когда вот у них только начинают какие-то выстраиваться отношения, они привносят в отношения с девушкой ту грубость, которая нормальна и приемлема в их какой-то такой юношеской мужской компании. То есть там они вот все такие как бы друг друга подкалывают, друг друга, я так сказать, дружески так похлопывают по плечу, и там вот он такой рубаха парень, и там грубость она как бы уместна, приемлема и по сути адаптивна. И вот он с этими же поведенческими стереотипами переходит в отношения, начинает себя грубо вести по отношению к девушке, что естественно девушку отталкивает, и это нехорошо для отношений. Третья мужская ошибка, которую я хотел бы сказать, это когда мужчина с самого начала отношений врет. Ну в принципе это ошибка в любых отношениях, если ты в любые отношения вступаешь и сходу врешь, то понятно, что ты трепедируешь их на будущее, на вранье отношения не строятся. И мужчины могут врать что-то женщине в самом начале отношений в ситуации, когда предполагают они, что эти отношения продлятся недолго. Предположим, мужчина может соврать, что он холостой, хотя он женат, или что у него есть какие-то заболевания, хотя вот он говорит, что у него их нет, хотя они у него есть. Или у него есть дети, какие-то обязательства, работает он не там, где он на самом деле работает, еще что-то. Вот он вначале врет, потому что он думает, что это не важно, мы с ней будем знакомы, предположим, это отношение на одну ночь или на какой-то короткий роман на время отпуска, на пару недель, пока мы с ней вместе, это не вскроется, а потом это уже будет неважно. Но бывает так, что мужчина, предположим, начинает отношение с какой-то такой короткой программой, а потом как-то его туда втягивает, ему, скажем, эта женщина начинает нравиться, Он начинает нравиться этой женщине И вот это все вранье начинает вскрываться Ну в такой ситуации бывает, что люди как-то Если их друг к другу тянет Они имеют достаточный ресурс и силы внутренний Для того, чтобы через это вранье все пройти И как-то прояснить их отношения То есть исправить вот эти глупые, дурацкие ошибки Они как-то дальше и выруливают Но как правило, если все началось с вранья То все заканчивается просто тем, что Доверия в этих отношениях всегда не хватает Четвертая мужская ошибка Это потребительское отношение к женщине Ну или другими словами, объектное То есть мужчина относится к женщине как к объекту То есть к чему-то такому, имеющему внешние атрибуты А не как к субъекту То есть как к другому человеку Который имеет свои чувства, свои желания, свои потребности и так далее Например, мужчина может заинтересоваться женщиной Потому что ему хочется удовлетворить свой какой-то сексуальный интерес Или, скажем, эта женщина может его с кем-то познакомить Или, предположим, она какая-то красивая молодая модель Я ее могу с собой везде таскать по своим каким-то друзьям И показывать, это мой, по сути, такой человек-аксессуар То есть если мужчина изначально относится к женщине вот так вот потребительски, объектно То выстраивание субъектных отношений, оно затруднено очень сильно Потому что изначально мы не потому с тобой встретились Чтобы друг друга понимать, чтобы простраивать близость Чтобы друг друга как-то чувствовать Я изначально отношусь к тебе, к женщине Как к какому-то инструменту для выполнения моих каких-то задач Такой ситуации отношения, опять же, они, скорее всего, не будут развиваться Пятая мужская ошибка это нерешительность Такая вот личная нерешительность Дело в том, что женщинам очень сложно делать первые шаги Потому что есть определенные социальные такие вот утверждения, убеждения Что женщина не должна быть навязчивой Если женщина сама делает первый шаг И ей приходится постоянно делать какие-то первые шаги То есть, по сути, проявлять инициативу Женщина начинает чувствовать себя, ну, что ли, менее женственной Как будто бы это мне больше нужно, чем ему Соответственно, я как-то вот понижаю свою значимость Поэтому женщине важно, чтобы мужчина проявлял достаточное количество инициативы Если мужчина нерешительный Потому что, предположим, у него была какая-то детская там или юношеская травма Когда, скажем, он проявлял какой-то свой интерес к женщине И получил какой-то, ну, вот ответ не очень хороший Или он как-то неправильно этот интерес проявлял И его там, не знаю, осудило какое-то общество Что вот ты как-то себя ведешь слишком развязанно И вот он стал таким вот нерешительным То есть, по сути, у него страх его сковывает в движении к интересующей женщине В такой ситуации мужчина очень сильно тормозит эти отношения Потому что женщина одна не может, так сказать, своей инициативой вот тянуть все эти отношения Мужчина также должен быть все-таки в какой-то степени решительным Шестая мужская ошибка в отношениях Это если мужчина выступает в роли такого критика То есть, он постоянно критикует свою женщину Какое-то недовольство высказывает Это очень похоже на отношения родителей Таких строгих родителей И если в отношениях мужчины и женщины Мужчина ведет себя, ну, по сути, как такой вот папочка Или как учитель, как тренер Как какая-то такая родительская фигура То понятно, что эти отношения выстраиваются не в рамках мужчины-женщины А в рамках родителей-ребенок В такой ситуации, по сути, вот критикой Мужчина как бы претендует на получение какого-то абсолютного контроля в этих отношениях Ну, как родитель контролирует ребенка, когда ребенок маленький И эти отношения не паритетны И в таких не паритетных отношениях, понятно, всплывает потом весь букет проблем, связанных с тем Что в отношениях один человек подчиняется другому человеку Такие отношения тоже очень сложно назвать гармоничными Следующая мужская ошибка Это когда мужчина не выполняет данные им обещания Ну, в принципе, это ошибка в любых отношениях Если ты в любых отношениях что-то обещаешь другому человеку Ты таким образом формируешь двусторонние договоренности То есть, мы с тобой договорились, что я тебе пообещал, что я что-то сделаю Если ты сам же эти обещания не выполняешь Ты нарушаешь эти двусторонние договоренности Когда такое происходит, другой человек чувствует возмущение, обиду, злость, раздражение, какой-то не очень хороший для отношений комплекс эмоций, ты там испытываешь вину, и, собственно, обещания, которые мы не выполняем, они отношения, скажем так, не упрощают. Конечно, у каждого человека бывает такая ситуация, что ты что-то пообещал, ты думал, у тебя получится, а у тебя не получилось. Ну, тут надо понимать, что не бывает ничего идеального. Но если мужчина систематически не выполняет обещания, которые он при этом систематически дает, то здесь вообще речь может идти о такой манипуляции. Так поступают люди с нарциссическими чертами личностей. То есть, что здесь происходит? Он говорит своей женщине, все звезды с этого неба я подарю тебе, ну, грубо говоря, или я тебе там куплю 40 тысяч этих люстр, или как там Карлсон говорил. То есть, он говорит, это красивый такой яркий широкий жест, женщина думает, ничего себе, то есть, в этот момент нарцисс получает такое удовольствие. А потом он не выполняет это обещание, женщина думает, ну, что ж ты же обещал, там, что мы там, ну, грубо говоря, куда-то поедем, или что ты что-то сделаешь, или ты что-то перестанешь что-то делать. Ты мне что-то обещал, я этого ждала, ты опять это не сделал. Она разочарована, у нее есть, ну, вот эта вот обида, возмущение. Но при этом она остается в отношениях, он думает, о, она меня терпит даже таким, даже несмотря на то, что я обещаю, не выполняю эти обещания, она остается в отношениях, и значит, я все еще для нее ценен. В принципе, в такой ситуации нарцисс может даже специально делать обещания, которые он нарушает, чтобы таким образом тестировать. Так вот, она все еще будет со мной, а это она стерпит, а это она стерпит, а это она стерпит. То есть, если мужчина постоянно что-то обещает, и не выполняет эти обещания, то это не вопрос таких здорово-гармоничных отношений. Следующая мужская ошибка в отношениях связана с мужской эмоциональностью. У мужчин эмоциональность менее развита. Мы с детства слышим, во-первых, вот эти вот убеждения, что мужчина не должен быть слишком эмоциональным, ну, и плюс нейрофизиологически у мужчин эмоции развиты не так сильно, как у женщин. Соответственно, в связи с этим часто бывает так, что мужчина предпочитает не прояснять неясное, и это ошибка в отношениях. То есть, может быть такая ситуация, что мужчина видит, что его женщина обиделась. Она молчит. Ну да, пускай это проявление пассивно-агрессивного поведения, но вот она обиделась, она молчит, и это, по сути, сигнал. Но поскольку это сигнал, который связан с какими-то сложными эмоциями, то есть я вот что-то по этому поводу чувствую, что она молчит, я чувствую, возможно, вину, не очень приятная эмоция, я, возможно, чувствую тревогу, тоже эмоции, которые не так легко переносить, с ней что-то происходит. И вот поскольку все это достаточно сложно для мужчины, то он может принять такую вот стратегию, что, ну, раз она молчит, то, значит, я не буду прояснять. Видимо, что-то с ней там происходит, пусть сама разберется, может быть, пройдет какое-то время, но успокоится. И если мужчина так себе ведет, а женщина, ну, вот она молчит, вот он чувствует, что вроде как она, ну, вроде обижена на него, или это она, она для него это молчит, это какой-то сигнал. Но он не проясняет, в чем этот сигнал. Проходит, скажем, день, все прошло, ну, как бы женщина опять с ним разговаривает, и он думает, ну, все, прошло, значит, вот таким образом я всегда буду теперь на это реагировать. В такой ситуации могут накапливаться проблемы, в которых мужчина не понимает, что происходит с женщиной, и женщина, соответственно, не может мужчине донести, что ее там волнует, накапливаются вот эти проблемы, а потом происходит какой-то срыв. То есть измена женщины, измена мужчины, какой-то разлад, излишние какие-то конфликты на пустом месте. То есть когда не проясняется неясное, конфликты потом начинаются по поводу крышки унитаза, разбросанных носков, чьих-то там волос. То есть таких вот вещей, которые являются поводом поскандалить по поводу чего-то, о чем сложно говорить. В надежде, что если мы долго будем говорить о крышке унитаза, то мы в конце концов предъявим друг другу истинные претензии, которые мы не можем никак прояснить, не можем никак предъявить. Поэтому когда мужчина предпочитает, так сказать, не ворошить уголь и не прояснять то, что ему не ясно в отношении с женщиной, то это также ошибка в отношениях. Я попрошу мужчин, чтобы они написали в комментариях те ошибки, которые вы совершаете. Возможно, вы где-то себя узнали, потому что мы все нет-нет, да и совершаем примерно одни и те же ошибки в отношениях. Женщин, своих зрителей, я попрошу написать в комментариях, опять же, описать те мужские ошибки в отношениях, с которыми вы сталкивались, будучи в отношениях. То есть ваши мужчины, какие ошибки совершали, что для вас является критичным, с чем вы часто сталкиваетесь. Вы понимаете, что или все мужчины так или иначе эти вот вещи совершают, или ваш мужчина постоянно это делает. То есть это будет таким важным дополнением к этому видео. Если вам эта тема кажется важной, поставьте лайк под этим видео, это очень важно. Поделитесь этим видео в своих соцсетях, чтобы другие люди смогли посмотреть. Подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписались. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.